МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина. Вот главные темы выпуска. Инновационная утилизация. Чувашская делегация оценила новый полигон для сортировки мусора в Саратове. Яркое астрономическое явление. Сегодня в Чебоксарах можно было увидеть солнечное затмение. Весна пришла. Вместе с ней во всех вузах страны начались творческие фестивали. 19 марта глава Чувашии и члены правительства провели свой рабочий день в районах республики. Они встречались с депутатами районных и городских собраний, сельских поселений и жителями. О чем шла речь, смотрите в нашем репортаже. Развитие экономики и сохранение социальной стабильности в городах и районах, несмотря на экономические трудности. На этом сделал акцент в своих выступлениях Михаил Игнатьев в Шимуршинском, Бадыревском районах и в Канаше. В 2013-м Чувашия стала 14-й в рейтинге эффективности деятельности и получила премию в размере 165 миллионов рублей. В 2014-м показатели оказались еще лучше. Однако геополитическая ситуация внесла коррективы в формирование государственной казны. Правительство Чувашии вынуждено уточнять консолидированный бюджет на 2015 год. Это, в свою очередь, затронет местные районные бюджеты. Учитывая недобор налоговых и других доходов, муниципалитетам следует пересмотреть точки роста, сделать все финансовые схемы максимально прозрачными. Кроме того, имущество и земля тоже должны приносить деньги в казну, а не лежать мертвым капиталом. Хозяйственный подход должен быть во всем, отметил глава Чувашии. В последние годы из резервного фонда президента Российской Федерации наша республика получает средства на ремонт учреждения образования и здравоохранения. И правительство Чувашии сделает все, чтобы достойно завершить нынешний год и получить поддержку в следующем. Начиная с 2016 года, будет утверждена федеральная программа строительства, модернизации и реконструкции наших общеобразовательных школ. И с этой точки зрения, в принципе, мы будем дополнительные инвестиции получать и будем строить в приоритетном порядке тех муниципальных образований, где на самом деле есть в этом необходимость, где демографические ситуации положительные. Эти заявления нашли отклик у жителей. Юрий Фролов, заслуженный механизатор Чувашии, поблагодарил Михаила Игнатьева за снижение трудового стажа для присвоения ветерану труда и предложил реализовать интересный с его точки зрения проект. Раньше бывало ни одного клышка у нас земли не пустовало. Почему? Мы картофель выращивали для всей Саратовской области. Помните все? Помните? Также можно капусту, морковь, свеклу и так далее. Но нет, товарищи, у нас такой заготовительного пункта, чтобы человек за одну пол, одну тонну, полтонну куда-то в Канаш ехал. Где-то организовать надо такое, как было в старину. В старину даже на лошадях ездили, собирали по деревням. Мне кажется, вот это если мы организуем, мы завалим республику и овощами, и всеми другими. За этим предложением последовало и другое. Наши земляки просили бы вас, Михаил Васильевич, баллотироваться на следующие выборы также кандидатом главы республики. Руководители органов исполнительной власти не только отчитались по итогам прошлого года, но и говорили о планах на нынешний. Они весьма амбициозны, ведь этот год должен показать, на что способны наши земледельцы в условиях продовольственного эмбарго. Завершающим аккордом всех встреч стало вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. В приоритете экологическая безопасность республики. В Чувашии началась реализация масштабного проекта утилизации и переработки бытовых отходов. В скором времени мусорные свалки уступят место современным высокотехнологичным предприятиям, которые будут соответствовать самым высоким стандартам экологии. Мусороперерабатывающие комплексы сегодня успешно решают экологические проблемы во всех развитых странах мира. Заработал такой и в Поволжье, в Саратовской области. На его открытии побывала делегация Чувашии, чтобы перенять опыт реализации проекта в нашем регионе. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Полигон ТБО этому городу и действительно был необходим. Мусорная свалка на окраине Энгельса уже достигает высоты пятиэтажного дома. Теперь утилизировать отходы здесь будут с инновационным подходом. К примеру, такие роторы могут раздробить в мелкие щепки даже крупногабаритную мебель. Перед тем, как попасть на сортировочную ленту, мусор взвешивают, специальные датчики определяют его вид. Учет отходов здесь ведется постоянно. Отдельно бумага, отдельно стекло, пластик и металл. В этом комплексе работают сразу четыре ленты. После сортировки из отходов получаются вот такие брикеты. А здесь из мусора даже создают биокомпост. Это сырье подходит идеально для рекультивации земель. Примерно 15% уже переработанного мусора может сгодиться и для отрасли сельского хозяйства. Уже очищенный от примесей компост является хорошим удобрением, которое содержит в себе большое количество минеральных и органических веществ. На этом полигоне возможно сортировать более 100 тысяч тонн отходов в год. Он способен заменить более 300 свалок. Брикеты переработанного мусора потом складируют на специальные карты. Под ними уложены слои глины, грунта, а также геомембрана. Продумана здесь и дренажная система. Вода стоит. И отсюда, значит, это самый лучший показатель, что в почву, в землю не ходит никаких вредоносных, грубо говоря, фильтрат, вредоносных носителей. Сейчас заполняется первая рабочая карта, потом заполняется вторая рабочая карта, потом заполняется перешейк между ними и происходит консервация, то есть рекультивация, которая подразумевает покрытие плодородным слоем земли и высаживание зеленых насаждений. И та культура, которая, наверное, вот с этого центра, куда будут поступать все отходы ТБО, культура будет распространяться по всей области. Мы ранее могли обсуждать только теоретически, что есть такие комплексы где-то у нас в стране, которые можно тоже по пальцам было пересчитать. А сегодня мы очень гордо можем сказать, что мы вместе сумели все-таки реализовать тот проект, впервые для нас такой масштабный проект в этой части. Чувашская делегация прибыла в Саратов не только за опытом, но и чтобы оценить работу подрядчиков. В республике тоже начали создавать современную систему переработки и утилизации ТБО. В прошлом году глава региона Михаил Игнатьев также подписал соглашение с Обществом управления отходами. Работы уже начались. И глава республики ставит задачу запустить полигон в этом году. Посмотрели технологию, для себя приняли кое-какие моменты, которые нужно будет учесть в дальнейшем при реализации строительства. Есть масса моментов, которые нужно внедрять, изучать, что-то поменять. И мы уже услышали признание в тех ошибках, которые были совершены здесь при проектировании реализации, которые бы способствовали улучшению качества работ. Наш консессионер способен комплекс реализовать в кратчайшие сроки. В Чебоксарах создается сортировочный комплекс фактически. И в Новочебоксарске создается сортировочный комплекс, но уже на полигоне, который будет обслуживать Новочебоксарск и все прилегающие муниципальные районы. Задел на возможность эксплуатации такого объекта и закрытие всех потребностей республики, причем очень надолгое время, он уже создан. Кабинет министров, когда принимал решение о такой конфигурации объекта, смотрели далеко вперед. В Чувашской республике уже давно назрела необходимость строительства таких современных полигонов. Достойный инвестор появился, проект реализуется по плану. И он обеспечит экологически чистое размещение практически 80% в отходах образующих Чувашской республики. Обслуживать будет около 50% населения всей республики. Это город Чебоксары, Новочебоксар, Чебоксарский район. Но и по посланию главы Чувашской республики поставлена задача также разместить на новом полигоне отходы Канаша и Канашского района. Это выполнимо, это реально. С начала следующего года в России изобретят складировать отходы, которые не прошли предварительную обработку. Пока такие объекты появились только в Нижегородской и Саратовской областях на очереди Чувашской республика. Здесь появится такой же полигон. После его открытия решится и проблема с Пектулинской свалкой. Уже очевидно, что времена стихийных свалок уходят в прошлое. В подобных проектах сейчас заинтересованы все регионы. В Чебоксарах современный полигон ТБО, по самым оптимистичным прогнозам, должен открыться уже в конце этого года. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика из Саратовской области. Будущее поколение должно расти здоровым и иметь как можно больше возможностей для самореализации. О том, как работает национальная стратегия действия в интересах детей, говорили сегодня на заседании Координационного совета при главе Чувашской республики. Если ребенок здоров, живет в полной семье, то проблем с самореализацией, как правило, не бывает. Другое дело, если у него ограниченные возможности. Сегодня в республике проживают 4,5 тысячи детей-инвалидов. Все они имеют разные группы инвалидности. Одни учатся на дому, другие в специализированных учреждениях. Однако, очень важно, чтобы дети, лишенные многих возможностей из-за слабого здоровья, не были ограничены еще и в общении. Нам необходимо сделать все, чтобы эти люди чувствовали себя полноценными, членами нашего общества, имели равные возможности, были интегрированы в общественную среду. У нас в республике есть 15 специализированных образовательных учреждений для инвалидов. Но, находясь в этих учреждениях, обучаясь там, ребенок все-таки остается изолированным от реального общества, что еще больше ограничивает его развитие. Мы посещали эти учреждения, общались и с учителями, и с детьми. И нам нужно, конечно, максимально сделать так, чтобы эти дети могли общаться со сверстниками. Для этого в республике действует специальная программа, в рамках которой дети с ограниченными возможностями интегрируются в общеобразовательную среду. Сегодня в обычные классы муниципальных школ ходят 1300 детей-инвалидов. В рамках реализации программы «Доступная среда» для них созданы специальные проекты, чтобы облегчить усвоение обычных предметов. Безбарьерная среда для маломобильных групп создана в 66 школах республики. Определенная работа проводится и в детских садах. В связи с реализацией проекта «Доступность дошкольного образования» нам за последние годы удалось не только построить современные детские дошкольные учреждения, но в этих дошкольных учреждениях создать условия, которые способствуют развитию здоровья наших детей. Очень важно создать условия для инклюзивного образования и предоставления присмотра ухода. Есть такие примеры, когда дети получают полный комплекс не только профилактического, а им еще медицинского обслуживания. В 7, 26 и 182 садах столицы республики действуют инклюзивные группы. Таким образом дети с ограниченными возможностями здоровья учатся жить в социуме. Еще одна сторона проблемы – постараться предупредить врожденные пороки развития еще не родившихся малышей. У нас действует стопроцентный мониторинг состояния здоровья беременных женщин на предмет выявления врожденных пороков развития плода. То есть мы профилактируем рождение детей с множественными пороками плода, которые уже потенциально не способны к рождению. Это три уровня ультразвукового исследования. И кроме того, после рождения все дети до одного месяца подвергаются тоже скринингу на наличие врожденных наследственных заболеваний. Дети, рожденные изначально с наследственной патологией, они выявляются сразу при рождении и сразу им назначается соответствующая диета и коррекция лечения. Таким образом больничная летальность детей в республике за последние годы снизилась в полтора раза. Говорили на Совете и о детской смертности по неосторожности. Родительская невнимательность стала основной причиной гибели детей в республике за последний год. Поэтому так важно в преддверии летнего сезона не забывать об этом. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. На имя главы Чувашии поступило письмо от временно исполняющего обязанности командующего военно-морским флотом. Александр Татаринов сообщает, что приказом от 2 марта ракетному катеру Р-2 присвоены наименования «Чувашия». В письме также выражается глубокая признательность правительству Чувашии за активную работу по патриотическому воспитанию допризывной молодежи, формированию положительного образа защитника Отечества, повышению престижа военной службы и оказанию шефской помощи кораблям военно-морского флота. В Доме правительства прошло заседание Совета по выставочной ярмарочной деятельности. Обсуждалась концепция программы 22-й межрегиональной выставки «Регионы сотрудничества без границ». Подробности далее. В этом году выставку «Регионы сотрудничества без границ» планируется впервые провести в Ледовом дворце города Чебоксары. Главная экспозиция развернется на центральной арене и тренировочном катке. Основную цель, которую мы заложили, это и обсуждаемая тема, это демонстрация новейших достижений, разработок и применяемых в отраслях экономики, прежде всего в проводимой политике импортозамещения. На заседании обсудили и участие нашей делегации в работе международной туристской выставки «Интермаркет-2015», которая проходила в Москве. В ней приняли участие 76 регионов России. Чуваша в скором времени должна стать одним из самых привлекательных туристических регионов. Не случайно около нашей экспозиции всегда было многолюдно. Стенд Чувашской республики посетила официальная делегация во главе с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым, который отметил перспективность развития туризма на территории Чувашской республики. Следует отметить, что в рамках «Интермаркета» был заключен договор между Департаментом культуры Пензы по обменным гастролям коллективами филармонии. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин отметил, что необходимо продолжить работу по развитию туристической отрасли в республике. Ведь для этого есть все необходимые условия и ресурсы. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Долгожданная новость. На главной арене ледового дворца в столице Чувашии залили первый лед. Оценить его съездила и наша съемочная группа. Основные строительные работы внутри дворца уже почти завершены. Первый слой льда толщиной в полтора сантиметра залили и заморозили за три дня вместо пяти. Техника по созданию холода работает идеально. Оценить качество льда приехал министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников. Отличное ощущение в таком дворце, который частичку из своего труда вложил в создание этого. Это особое чувство, поверьте мне. Всем рекомендую встать на коньки, попробовать. Получается, мы с вами одни из первых, кто имеет возможность, очень счастливую возможность протестировать лед этого великолепного спортсооружения. В конце мая, начале июня ледовая арена будет готова полностью. Остаются последние, но очень важные штрихи. Построить главную входную лестницу, постелить асфальт и посадить деревья. С началом работы ледового дворца на тренировки и официальные игры в столицу начнет ездить новочебоксарская хоккейная команда «Сокол». Каждый у нас спортсмен на такой времени хочет поиграть. И команда «Сокол», думаю, не исключение. Если бы хоккеисты уже сейчас, вы даже увидели, они бы, наверное, бы не поехали бы в отпуск, уже бы начали здесь тренироваться. Лед превосходный, трибуны, атмосфера, воздух, дышится. Нет слов. Дворец откроет свои двери и для любителей прокатиться на коньках. Горожане очень этого ждут. Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодняшний день запомнится и ярким астрономическим событием. 20 марта, в день весеннего равноденствия, произошло полное солнечное затмение. В России лучше всего его было видно в Мурманске. Но и в Чебоксарах все желающие могли наблюдать за этим уникальным явлением. Благо, погода не подвела. Рассмотреть затмение можно было через темные стекла, рентгеновские снимки, фотопленки и специальные фильтры. Началось затмение в 12 часов 11 минут по московскому времени. Завершилось в 14.25. Самая большая фаза наблюдалась в 13.20. В это время солнце было закрыто на 65%. Вот так оно выглядело в Чебоксарах в эти минуты. Следующее полное затмение в европейской части России будет 30 марта 2033 года. 2015 год в Чувашии объявлен годом Константина Иванова. К 125-летию со дня рождения великого классика в Чувашском драматическом академическом театре готовят пьесу о его судьбе и творчестве. На репетиции побывала наша съемочная группа. Сплотнитесь, братцы, в круг теснее во имя общих наших дел. И заработаем дружнее. И славный будет наш удел. Добрый человек с горячим сердцем. Так в переводе звучит название нового спектакля. Именно Константин Иванов подарил нам бессмертную Нарспи. Эту поэму перечитывают уже несколько поколений. Создавая персонаж, конечно же, опирались на воспоминания тех людей, которые вместе учились, вместе жили с Ивановым. Он всегда был таким обаятельным, порядочным, очень, немножко стеснительным даже. Поэтому здесь таких особых трудностей не было. Но, конечно же, судьба этого человека, нашего гения, для меня вообще загадка, конечно, как он мог написать 18 лет за такой короткий срок такую поэму. В спектакле много чувашских песен. Их хотят исполнять вживую. Мой персонаж очень трепетный, полностью поглощенный Константином Ивановым. Я, Тоня, вообще влюблена по уши в него. Но Константин Иванов очень, да, он красивый, статный. И, конечно же, такие стихи пишет, что мы просто безума от него. Сейчас много современных постановок. И эта постановка, не знаю, больше для, ну как, ну и школьников, и взрослых людей, которые вот окунутся в прошлое, все вспомнить, как оно, вот история, как все было. Мне кажется, это очень интересно, да, вот все знают Константин Иванов, театр имени Константина Иванова. А что же, как же все на самом деле было, мне кажется, это очень будет интересно окунуться в прошлое и все узнать. Главный режиссер театра Валерий Яковлев работает над спектаклем, как всегда, вдумчиво и серьезно. Автор бессмертной поэмы, классик Чувашский, Нарспей, о его трудной жизни, о его становлении, как поэта, какие сложные были у него жизненные ситуации, как Иван Яковлевич Яковлев, просветитель Чувашский, поддерживал, помогал его становиться вот той личностью, каким он стал, как мы сегодня его представляем. Первая пьеса о Чувашском классике была поставлена еще в 50-е годы, а это уже третья версия. Она написана основателем Чувашского театра и Акимом Максимовым-Кошкинским. Кстати, премьера спектакля назначена на 25 марта. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня Международный день счастья. Каждый понимает это слово по-разному. В столичном детском саду номер 146 по этому поводу устроили целый праздник. Педагоги и дети решили, что сегодняшний день будет особенным. Прямо с порога звучали добрые пожелания гостям. А ими были жители микрорайона по улице 9-й пятилетки. Для них работали пять площадок, на которых проходили мастер-классы. Это повод для того, чтобы еще раз вместе с детьми сделать какие-то и не только праздничные мероприятия, но и посмотреть мастер-классы. Дети с самого раннего возраста учатся что-то делать, творить собственными руками. Это очень хорошая возможность развиваться детям дальше. У Оксаны Крыловой в этот детский сад ходит уже второй ребенок. И именно в этот день, день счастья, я хотела бы пожелать всем счастливых и солнечных дней, а также сказать большое спасибо администрации города, руководству республики, за то, что уделяет такое большое внимание вопросам дошкольного образования. Детский сад «Петушок» – это целая творческая лаборатория. Здесь реализуется долгосрочный проект «Город мастеров», в рамках которого сами дети, их родители, да и просто жители микрорайона могут знакомиться с людьми, которые много делают для развития столицы. Как отмечают в детском саду, главная цель этого проекта – привить юным горожанам любовь к родному городу. Праздник счастья – тоже часть проекта. Ведь что такое праздник счастья? Это счастье, когда мы делимся друг с другом. Улыбками, хорошим настроением, даже письмом счастья. Поэтому мы решили сегодня провести не просто день счастья, а ярмарку счастья, пригласить гостей, поздравить друг друга, чтобы у всех осталось хорошее впечатление о детском саде, все ушли отсюда с улыбками, с подарками. Теперь педагоги вместе с воспитанниками готовятся к главному событию года – к 70-летию Великой Победы. В планах – встреча с ветеранами войны и подготовка концерта. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Не ошибусь, если скажу, что лучшие воспоминания об учебе – это студенческие весны. Пора творчества началась в ЧГУ имени Ульянова. И я просто не могла пропустить такое событие. Интрига студвесны командой технического института появилась задолго до самого выступления. Что скрывается за занавесом техам, пыталась угадать все интернет-сообщество. Каких только вариантов не было. Но сегодня ткань падет, и мы наконец выясним, что приготовили техи на этот раз. Во времена, когда еще не было Дома-2 и Камеди-клаб, интернета и мобильных телефонов, а творчество студентов только набирало обороты, появились они – техи. Объединенная команда технического института ЧГУ. Это, пожалуй, самая популярная институтская команда студвесны. Каждый год собирает полный зал. Ну а билеты раскупаются просто как горячие пирожки. Каждый факультет уникален сам по себе, имеет свои определенные традиции и свои направления в творческом плане. И этим они отличаются. Поэтому уникальность каждого факультета вызывает интерес, наверное, к студвесне. Лот номер один. Именно так называется программа сборной четырех факультетов технического направления. Студвесна рассказала историю трех друзей, по долгу службы попавших в чужую страну. А все для того, чтобы вернуть русскую душу, очень ценную для нашей Родины картину. Основной сюжет сопровождала череда ярких и динамичных постановок. Каждый сидящий в зале погрузился в мир приключений. И выступление команды техов прошло на одном дыхании. Просто шикарно. Я первый раз выступаю. Мне очень понравилось. Безумно просто. Тут такая веселая атмосфера. Хочется еще. Единственное скажу. Приходите все на технический факультет. Ура! Как обычно, ни одна студвесна не проходит без боди-арта. И сегодня техи просто превзошли себя. Что за образ? Это образ наука, химия. Это образ ДНК. Сколько времени понадобилось, чтобы изготовить этот костюм? Этот костюм, он изготавливался полтора месяца до выступления. Дизайнеры и те группы, и все помогали усердно, работали, трудились. Мы являлись архитектурой. То есть мы на себе держали определенное здание. Таджимахау. Я представляю науку и информатику. У меня море эмоций, просто море ощущений. Я просто очень рада, счастлива, что все хорошо прошло, все замечательно. Я говорю, мам, у меня просто буражки по коже бегают. Техи самые крутые и самые лучшие. Что же скрывается под тканью техов? На самый волнующий вопрос студвесны нам ответили сами авторы. У техов за занавесом, если честно, это то, что они сплоченная команда все-таки. Это очень секретная информация. Ну теперь уже конец, я думаю, все должны узнать. Очень сильная, кропотливая и тяжелая работа. За занавесом техов скрывается лот номер один. Дружба, единство, любовь, человечность. Техи уже второй факультет, презентующий зрителям свою студвесну. 23 марта эстафету подхватит сборная «Квартет-Ф». А ровно через месяц нас ждет гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2015». Юлия Важенин, Андрей Шоклев, Республика. Творческие фестивали в формате «Студенческой весны» – прекрасная возможность для студентов проявить свое артистическое «Я». В этом году студенты техникумов и колледжи республики открыли свою территорию молодых. На творческой площадке ежегодно собирается более 1800 участников. Будущие повара, кондитеры, машиностроители, автомеханики и представители многих других рабочих профессий на время перевоплощаются в артистов, где еще можно попробовать себя в роли танцора, певца, театрального актера. Жанровое разнообразие только приветствуется. В этом году конкурс посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Тут учеба учебой, а творчеству место быть всегда должно. И для них это является самым тем драйвом, который они испытывают в момент проведения конкурса. Они испытывают очень много волнения на сцене, потому что мы как члены жюри сидим, когда оцениваем номера, мы видим их волнение, как они прочувствуют все свои песни, когда они танцуют языком жестов. Для нас это, конечно, очень все тоже приятно и посмотреть, и увидеть, и оценить. Главное здесь не победа, говорят участники конкурса. То, что они выступают в финале, уже достижение. Подготовка заняла немало дней и ночей. Но ребята не считают это время потерянным. Студенты Батыревского агропромышленного техникума попали на территорию молодых впервые. Им интересна культура народов Кавказа. Так что танец лезьгинка они учили с удовольствием. Так интереснее жизнь идет. Но не каждый раз учишься, надо участвовать, придумать новые. Все такое уж дает понять себя, какой ты на самом деле можешь быть интересным. Не только в учебе, но и в искусстве. Всем друзьям нравится, поддерживают, говорят. Не останавливайтесь, нас тоже приглашайте. Анастасия Лангин, Николай Яковлев, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Так что будьте счастливы и оставайтесь с нами. Активных вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова